Всем большущий привет! Меня зовут Тоня и вы на моем канале Верьемина. Сегодня я подготовила для вас потрясающую огненную тренировку на ягодицы. Она поможет убрать лишний жирок и целлюлит, а также накачать большие и аппетитные ягодицы, которые будут просто сводить с ума всех окружающих. Невероятно, но факт! Если выполнять эту тренировку в течение хотя бы одного месяца, то вам придется покупать себе новые штаны. Вот так вы будете себе нравиться. А перед началом обязательно ставьте лайк под это крутое видео и пишите в комментариях, как вы на него попали. Может быть, из подписок, или по зову колокольчика, или из рекомендаций. Обязательно пишите, мне важно это знать. Итак, для тренировки я буду использовать вот такие вот гантели. У меня 3 килограмма, вы подбираете вес индивидуально. Нужно так, чтобы вам было тяжело, но вы сохраняли правильную технику выполнения упражнений. Если пока у вас нет гантелей, можно выполнять собственным весом, но с гантелями, конечно, это будет более эффективно, потому что для роста мышц нам нужен дополнительный вес. Поэтому обязательно приобретите себе гантели. Я включаю таймер, и мы начинаем. Первое упражнение. Ягодичный мостик. Ложимся. Гантели на бедра. Поднимаемся вверх, напрягая ягодицы. Придерживаем гантели руками. Опускаемся вниз не до конца. Выдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Сами осознанно напрягайте ягодицы. В нашей тренировке это будет очень важно, чтобы вы сделали связь мозга с мышцами. Это будет вам очень помогать в тренировке. И не только в этой, а вообще во всех любых. Далее мы с вами встаем, будем выполнять двойной присед с отведением ноги. Гантели перед собой. Опускаемся в обычные приседания. Колени в идеале не выходят за носки. Спина прямая. Опускаемся вниз. Ногу в сторону. Обратно. В сторону. Выполняем упражнение. Старайтесь сохранять поясницу и вообще спину в ровном положении и в нейтральном. Как вы стоите в обычном своем положении, так и в приседании. То же самое положение спины. Отлично. Далее нам нужно будет делать то же самое, но в другую сторону. Опускаемся в приседание. Поворот. И обратно. Когда поднимаемся вверх, старайтесь сокращать ягодицу. Усилием мысли. Просто берете и напрягаете ее. Это будет очень эффективно. Например, для меня это 3 килограмма. Совсем небольшой дополнительный вес. Но поскольку я сама сокращаю мышцы, я очень хорошо их чувствую сейчас. Я бы даже сказала слишком. Завершили. Отлично. Уже нормально так чувствуется. Следующее упражнение это плие. Гантели можно поместить перед собой или закинуть на плечи. Далее мы с вами разводим ноги пошире, колени брось. Опускаемся в плие и разводим колени. Обязательно проверяем себя. Далее напрягаем ягодицы. Вдох. Выдох. И поднимаемся на выдохе. Отлично. Следующее упражнение это перекаты в боковом выпаде. Очень крутое упражнение. Ноги пошире. Опускаемся в одну сторону. Затем выполняем перекат. Чем ниже будет оставаться ваш таз, тем больше будет работать ваши ягодицы. Спина у нас прямая. Чувствуем ягодицы. Стараемся не подниматься наоборот. Опускаемся как можно ниже. Так тяжелее, но эффективнее. Замечательно. Молодцы. Следующее упражнение это приседания на четвереньках. Опускаемся на пол. Закидываем гантели себе за спину. И поднимаемся вверх. Напрягая ягодицы. Опускаемся вниз прямой спиной. Растягиваем нашу заднюю поверхность бедра. Чувствуем как она тянется. И напрягаем ягодицы. Поднимаемся вверх. Растягиваем. Вдох. Напрягаем. Выдох. Отлично, завершили. Вы просто молодцы. Следующее упражнение это выпад назад плюс перекрестный. Итак, выполняем выпад назад. Колено не выходит за носок. Спина прямая. Затем ставим ногу по диагонали. Перекрестный выпад. Обычный назад. Перекрестный. В перекрестном у нас больше задействуются ягодицы. Это просто шикарное упражнение. Когда поднимаемся вверх, напрягаем ягодичные мышцы. И они нас выталкивают как пружинкой вверх. Фу, молодцы. Уже ощутимая нагрузка, да? Отлично. То же самое в другую сторону. Выпад назад. По диагонали. Еще-еще жмем. Трудно, но мы должны продолжать. Отлично. Ну, молодцы. Замечательно. Следующее упражнение. Махи на предплечье. Опускаемся вниз. Зажимаем гантель под коленом. Вот таким образом. Опускаемся на предплечье. Выполняем махи вверх. Спина у нас остается ровной. Мы поднимаем только бедро. Можно слегка задержаться в верхней точке, чтобы почувствовать большее напряжение. Отлично. Далее мы с вами не будем менять положение. Остаемся в нем. И потом будем удерживать ногу. Это тоже тяжело. На выдохе поднимаем ногу вверх. И выполняем небольшую пружинку. То есть ногу на пол не кладем. Задействуем наши мышцы. Чувствуем, как они горят и просят о пощаде. Но нет никакой пощады. Мы хотим большие, красивые, сочные ягодицы. И мы их получим. Чуть-чуть. Завершили. Далее мы с вами меняем сторону. Перекладываем гантель под другую ногу. Зажимаем. Поехали. Вверх. Выдох. Обратно вдох. Следим за спиной. Она у нас остается нейтральной. Ну-ка, еще, еще, еще. Отлично. Чуть-чуть отдыхаем. Будем выполнять точно такую же пружинку. Поехали. Поднимаем ногу. И выполняем легкую-легкую пружинку. Каждая пружинка – это сокращение мышц. Во время сокращения мышцы питаются кровью и полезными веществами. Что в дальнейшем будет обеспечивать их рост. Замечательно. Ну, просто молодцы. Мои ягодицы просто отваливаются. Надеюсь, что ваши тоже. Следующее упражнение – это полуприсед на одной ноге. Мы с вами отставляем одну ногу недалеко и опускаемся в полуприседание. Это похоже на выпад, только задняя нога стоит ближе. Мы с вами распределяем весь свой вес тела только на одну левую ногу. Обратите внимание, как идут гантели. Гантели идут посередине передней ноги. И естественно, когда мы поднимаемся вверх, напрягаем ягодицу. Поначалу это может быть сложно научиться так контролировать мышцы. Но немножко тренировок, и вы быстро освоитесь. Выполняем то же самое на другую сторону. Напрягли ягодицу, поднимаемся. Выдох. Жмем, жмем, жмем. Не сдаемся. Продолжаем. Завершили. Это что-то с чем-то. Откладываем гантели. Складываем ноги. Поднимаемся вверх. Раскрываем наши бедра. Обратно. Выдох на усилие, когда встаем. Это упражнение прекрасно прокачивает наши бедра именно зону целлюлита. Мы с вами разгоняем кровообращение, соответственно, застой жидкости у нас уходит, и ножки становятся более гладкими. Замечательно. Далее нам нужно сделать то же самое, но на другую сторону. Переворачиваемся. Вверх, выдох. Обратно. К этому упражнению еще также можно добавить фитнес-резинку. Вешаем ее чуть выше колен, и будет просто пожар. Супер! У нас осталось последнее упражнение. Ягодичный мостик лягушка. Беру гантели и кладу себе на бедра. Соединяем стопы. Стопы вместе к себе. И поднимаемся вверх, напрягая ягодицы. Ну как, уже чувствуете напряжение в мышцах? Как вообще вам тренировка? Делать больше таких на ягодицы? Или на что-нибудь другое? Пишите в комментах, а я сделаю. Отлично! Завершили. Похлопаем себя. Ну что, мы с вами выполнили один круг. Я уверена, что вы уже неплохо так чувствуете свои ягодицы, и завтра они будут немножечко побаливать. Но ничего страшного в этом нет. Тренировку необходимо выполнять через день, или когда ваши мышцы ягодиц полностью пройдут. Вы не будете чувствовать боль. Если будете тренироваться чаще, то результата не получите. Мышцы просто не успеют восстановиться. А когда они восстанавливаются, именно тогда они и растут. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там будет много всего интересного. Возможно, скоро будет бесплатный марафон. Подписывайтесь. Мы встретимся с вами в следующих роликах. Пока!